Авторитарный стиль общения Манипуляция подробнее остановимся Итак, манипуляция Это умение контролировать людей Непрямыми, нечестными способами Преимущественно в личных целях Итак, значит, почему люди манипулируют? Вы знаете, я просто писала Научную работу, вот я очень много вообще Тоже на эту тему материалов Перелопатила И вот Вообще, все авторы Которые изучают общение Все говорят, что вот манипуляцией занимаются Так называемая авторитарная личность Или монологическая Вот вообще интересно, что такую личность называют монологическую Что такое монологическая? Та, которая строит монолог Я в центре Я со всеми строю монолог И все должны со мной считаться И вот я сейчас назову прям 9, может быть, признаков Такой личности Здесь пока нет Потому что это как бы уже было написано позже наших материалов Если вам интересно, вы можете где-то вот тут подписать Прямо на полях Значит, признак вот такой авторитарной или монологической личности Первое Ну я не знаю, научный термин называть? Нет Вот ее 9 центральных черт Давайте я буду сначала говорить Такой научный термин Если кому интересно, запишите А потом буду уже расшифровывать Первое – это конвенционализм Конвенционализм Что такое? От слова конвенция То есть установленный нормой правила Конвенционализм То есть человек испытывает внутреннюю потребность Строго следовать правилам Если правил и норм таких строгих в его жизни нет Он просто, понимаете, он очень неуютен этой жизнью Вторая черта такой монологической личности Она как бы делится на две части Авторитарное подчинение Давайте возьмем одну Авторитарное подчинение Или потребность в сильном лидере Ну как угодно Я думаю, авторитарное подчинение недостаточно Авторитарное подчинение То есть такой личности недостаточно иметь нормы Такой личности еще нужно, чтобы было, кто ее контролировал Но она сама, как правило, выбирает, да? Но чтобы вот это было То есть, по-моему, не говоря, потребность в сильном личности Потребность в сильном лидере над собой То есть, не зная то, что он сам контролирует других Он еще и не будет его, да? Нет, пока мы про контроль другими не сказали Мы сказали, что ему нужны нормы Ему нужно авторитарное подчинение То есть вот здесь вот нормы он ищет Как правильно Он живет Да, 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 для себя Второе, это подчинение, чтобы был кто-то, кто его, будем так говорить, смотрит, как он эти нормы соблюдает Третье Авторитарная агрессия Что значит авторитарная агрессия? Я сейчас расшифрую Ну, мне кажется, в общем-то, сам по себе термин понятен Но нет, я сейчас расшифрую То есть, я обвиняю и осуждаю тех, кто от норм отклоняется Раз они для меня Раз надо мной есть человек, который Мне, так сказать, меня держит в рамочках Да, я буду обвинять и осуждать тех, кто этих рамок не придерживается Четвертое Костность Или стереотипность мышления Ну, слово «костность», я думаю, понятно, да, само по себе Костность Такая стереотипность мышления То есть, только так, а не как иначе Шаг вправо, шаг влево, расстрел Вообще прыжок на месте Это попытка к бегству, да, попытка улететь Да Пятое Вера в моральную, собственную чистоту И отказ в таковой другим людям То есть, вера в собственную чистоту Но отказ в таковой другим Понятно, да? То есть, отказ в таковой другим То есть, даже если я сам делаю какой-то промах Это просто промах Если другой сделал промах Все, он не духовный Да? Ну, я думаю, в общем, знакомые такие личности, да? Дальше Шестое Цинизм Самоутверждение через зло Ну, это тоже понятно Или надо расшифровать Я думаю, все понятно Седьмое Предрасположенность к мистике К мистике Ну, вот эти пресловутые платки Я не могу молиться Между мной и Богом стоит стена Если рядом со мной сестра с непокрытой головой Понимаете? Это мистика Ее непокрытая голова Все, у меня Вот все Это меня вот Перекрывает мое отношение с Богом Понимаете, о чем мы говорим, да? Или, скажем так Зажженная свеча Только так Я могу понимать Что вот Моя молитва Пойдет к Богу Обязательно должна быть свеча И там какой-то образ, да? То есть, ну Какие-то вот такие вещи Которые, ну, как бы не имеют никакого отношения К молитве Но вот они Почему-то в жизни становятся прям важными Дальше Восьмое Ну, здесь тоже мистическая принципа Как может быть? Я просто разговаривала с многими женщинами Которые говорят Когда я без головного убора Я чувствую, что меня Бог не слышит Ну, я не в осуждении Ни в коем случае говорю У меня, поверьте, да? Ну, согласитесь Что это, в общем Какая-то мистика Вера в мистическую силу Вот этого головного убора А дел все Меня Бог слышит С меня Бог меня не слышит Логики вообще никакой нет Дальше Значит, восьмое Это конформизм В сексуальных отношениях Да, конформизм В сексуальных отношениях Ну, это тоже Можно даже не расшифровывать Все понятно И девятое Преувеличенный Конформизм Это то есть Следование Общепринкер нормам И боязнь Да, да, да Боязнь перешагнуть Через что-то И девятое Преувеличенный Интерес к проблемам власти Интерес к власти Интерес к власти К власти Да, 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 да Конечно Стремление Ну, стремление к власти То есть В этих кругах Вот в чем проблема И вот такие люди Понимаете Если они начинали быть авторитарными Делай, как я говорю Результат он налицо Ну, как бы церковь Перестает расти Будем говорить Там оттуда уходят думающие люди Ну, как бы Понимаете, авторитарная личность Она может быть не столь страшна Как манипулятивная Вот эти вот отрицательные Ее, как сказать Последствия Они сразу выявляются И в конце концов Находятся люди Которые, ну, так Любовно говорят Брат или там Сестра Знаешь, как ты Умерься Да Умерь свой п А манипулятор Как она работает А человек-манипулятор Он Вот если вот такая личность Становится манипулятором Внутри-то Он Невротический И, будем так говорить Неуверенный в себе человек Снаружи Это Очень сильная Как бы личность Да Или слабая Посмотря какую там Форму манипулятор сберет И он Исподваль Воздействует на других И это как бы И не он действует Вот сейчас мы с вами разберем То есть авторитарный Заставляет сверху Поступить так человек Он на него давит А манипулятор Снизу То есть Все вот эти есть У авторитарной Или они просто Ну, ну, конечно То есть, что больше Ну, как правило Вот они в той или иной степени Но все в той или иной степени Наблюдаются Да Чуть больше Или чуть меньше Ну, как бы ты Я говорю Я изучала Вот много-много Вообще людей Это психолог Которые там И тесты И исследования Проводили Наблюдения И все-все-все И вот как бы Основные вот эти Девять черт Вот у всех наблюдаются И вот дальше Вот еще, может быть Такое нужно сказать Что вообще Манипуляция Она противопоставляется Логическому убеждению Ну да Мы про это говорили Да И логическое убеждение Это доказательство Своей правоты Прямыми способами Логическими выводами Какими-то Манипуляция Это нечестное С помощью эмоций Каких-то Доказательства Своих С точки зрения Например Вот Авраам и Сара Если ты меня любишь То ты сделаешь так А вот убеждение Там и сфир Доказало своему мужу Что Надо все-таки Что надо поступить так Чувствуете разницу вообще Да Вот убеждение А вот тут была конкретная Манипуляция Ну давайте мы сейчас С вами немножко поговорим По манипуляции Назовем виды И да Будет сразу понятно О чем идет речь Манипуляция может быть Пассивной А может быть агрессивной Вот мы тут Написали вам Виды пассивного Манипулирования И мы сейчас Просто примеры Приведем иллюстрации Что это было То не только на словах Но как бы в практике Вы это видели Первое Пассивное манипулирование Это молчание Если ты не играешь По моим правилам Я тебя наказываю Молчанием С тобой разговариваешь Ни общения Ни моего тела Хмурое лицо Отстраненный взгляд И вообще Я с ним больше Незадоруюсь даже Я с этим братом Больше даже не разговаривала И обходим Что таким образом Дбиваемся мы Если мы избираем Такой путь Мы заставляем Этого брата Почувствуешь Как он виноват И искать пути Ну что ты такой Хмурый ходишь Ничего Я разговариваю с тобой То есть мы не идем На выяснение отношений Понимаете Вот мы с вами когда говорили Про конфликт Я думаю вы уже поняли Что конструктивно Решать конфликт Это очень сложно А манипулировать легко И будете решать Конструктивный конфликт Вам тоже нужно будет Как-то усилия собственные Затратить И чем больше вы показываете Человеку его вину Тем больше он чувствует себя Виноватым Тем больше он пытается Что-то сделать для вас И тем больше вы имеете Над ним власти Или плохого там Не знаю что Но понимаете Если вы вешаете Человеку чувство вины Это вы считаете Над ним власть Имейте Идем дальше Резкие движения Такое хлопанье дверью Там ящики задвигают Когда там Что с тобой случилось? Ничего Да? Ну как бы вот так Я уже изобразила А вот Или хлопанье дверью Машины Такое сейчас хранено Если ты не делаешь То что мне нужно С тобой вообще Даже сговаривать нечем Хлопнул дверью И ушел Ну и так далее Вот это манипуляция Все Не идем на открытый разговор Но вот так резким движением Показываем Что человек нам Что-то не нравится Идем дальше Следующий Тип манипулирования Пассивный Это Показное презрение Показное презрение Такое Закатывание глаз Скривление Там губ Такое Муж что-то сказал А жена так Она ничего не сказала Но все все поняли Что она про него думает Если ты не делаешь Как мне надо То тебя даже Уважать-то не за что Да И я это покажу Ну и опять мы говорим Что порой Все манипулирование Может быть вкупе Да? А дальше Следующее Вот презрение Недовольство В выражаемых звуках Такие шумные вдохи Охи Аханье На показ выставляемые Цок они языком Вот одна женщина Жаловалась мне Она говорит Приехала свекровь Говорит Вот живет с нами Там в третью неделю И у нас в семье ад Это постоянно У нее охи Она постоянно ходит У нее это довольно лицо Она вздыхает На все наши вопросы Она говорит Ничего не отвечает Мы говорим Ну что вам у нас хорошо? Очень хорошо Вам что-то не нравится? У вас все изумительно Охи ахи не превращаются И вот когда мы с ней Стали разговаривать И я говорю Понимаете Вот опять формула Палач есть только там Где есть жертва Манипуляторы Есть только там Где есть пешки Кем манипулируют Перестаньте позволять ей С собой манипулировать Ну вот та женщина Просто что она сделала? Она вечером Купила там Тортик Пришла домой В моем доме еще никого не было Она со своей свекровью Села на кухню И говорит Мама Вам хорошо у нас? Да Вам все нравится? Да И мы тоже в общем-то ждали Что вы к нам приедете И вы вот Мать моего мужа Я вас очень уважаю Я смотрю Все время Охи ахи ахи У вас что-то болит? Нет Я совершенно здоровая Как хорошо Слава Богу Что у вас ничего не болит Вам у нас нравится? Тогда сегодня вечером Я всем скажу Что все нормально Вечером Когда все собрались за столом Она всем говорит Вы знаете Наша мама Вот Ваша бабушка Так меня сегодня обрадовала Вы знаете У нее ничего не болит Ее у нас все нравится А то что она охи ахи Что мы так все волновались Все это время У нее просто привычка такая По жизни А ей очень все хорошо Понимаете Просто не обращать внимания У каждого свои привычки Все Понимаете Манипуляция кончилась То есть Вот Еще раз Запомните Манипулируй только тем Кто позволяет собой манипулировать Просто снимите И все Следующий вид манипуляции Пассивного манипулирования Это отказ от активности Такие подчеркнутые Медлительные движения Подчеркнутые Какие-то там Медленные действия Ну вот Когда например Ребенок не хочет Одеваться в садик Да? Я думала Одевайся быстро Ну ладно Быстро честь зубы А где моя щетка? Вот такой нет? Ну вот все А ребенок просто Не хочет идти сад И еще Такое демонстративно Медленное поведение Специальное И последний вид Массивного манипулирования Это показные слезы Такие жалобы Схлипывания Такие продолжающийся Плач у всех на виду Но когда подходят Говорят Что-то случилось Нет У вас все в порядке Да все нормально Слава богу Да, но глаза на мокром месте И лицо исключительно Страдальческое Да? Помните этот мультик Про Винни-Буха Ослика Ну что вы хотите Массивное манипулирование Более-менее понятно Так уже начинается Так это Примеры ставят Может быть себе Диагноз Да? Окружающим Людям А теперь мы идем На агрессивное манипулирование Агрессивное манипулирование Такое Долженствование Ты должен это сделать Тебе это Обязательно Если ты не отвечаешь Моим ожиданиям То ты виновен Во всем Что происходит у нас В наших отношениях В моем Президентном отношении К тебе Если Ты мой брат Я верующая сестра Если ты по-настоящему Духовный Я знаю Что у тебя фирма По пластиковым окнам Ты должен мне поставить Пластиковые окна Бесплатно А ты мой брат Значит ты должен Сделать мне ремонт В квартире Евро Знакомы вы все такие ситуации? Да Вот эти Вот сплошняком Ага Слушай Ты мне Ты продаешь машину Да Ты мне не уступишь По-братски По-братски За полцены А Я тому брату говорю Ты знаешь Может ты мне по-братски Накинешь Многие глаза Бывают А чего это Я говорю А чего я должен Я никогда не забуду Я пришла когда в церковь Ну все знали Что я преподаватель английского Что я там за полгода Делаю язык То есть у меня Своя методика Как бы все Ну попросили там Меня сделать группу Ну ладно там Как бы это было мое служение Я одну группу сделала Там Людей научила английскому Там все Вот Потом ко мне стали подходить Насчет частных уроков Ну потом Когда у нас уже пошло Другое у меня служение Там переводчик Потом мы занялись Этим служением Я прекратила эту группу Потому что Ну нельзя разрываться Я потом стала Подробно объяснять Людям Я говорю Понимаете Вот у Павла Но совсем бесплатно Не буду Знаете Вы сколько недовольных Ну сначала Она не духовная сестра Она думает О мирском Она думает О материальном И понимаете Я всех Почему-то была должна В церкви Обучить английскому Бесплатно В одной церкви Это вот конкретное Манипулирование Понимаете Манипулирование Вот этим подсловом Я должен Кстати Часто манипулируем Мы сами Даже того не замечаем Вот мы были в одном Лагере Там было две семьи Да Мы назвали так Семья Лозунгистов И Семья Свет Почему мы Семью Лозунгистов Прозвали Одну В общем Они там Отвечали У нас за Как это сказать За Вечернее общение За вечернее Прославление Прославление Да Вот И во всех Их проповедях Таких Между песнями Чтобы они не говорили Там было такое Вы должны Вы должны В общем Все все должны Не меньше Пяти раз День засвидетельствовать Не меньше Восьмидесяти раз Презти Слово Христос Вы должны В общем Весь мир Спасти И вот В общем Понимаете Все им все должны И была другая семья Понимаете Вот Настолько Они были Скрупные Мы даже Сначала Незамедленно Просто почувствуешь Нас как Немтянет Знаете Бывает такое Людем тянет И вот Мы с ними Познакомились И он Пастор в церкви Она его жена Все дети Которые были Рядом с ними На той конференции Все им не родные Все эти дети Которые они Подобрали с помоек Причем Им запрещают Их усыновлять Их Их Потому что Нет квартиры У них две Комнаты В коммунавке Им запрещают Даже брать Опекунство Оформлять Опекунство На детей Они на этот день Копейки Не имеют Когда они берут Ребенка И говорят Подпишите Пожалуйста Что вы отказываетесь От всех Льгот И от всех Выплат И тогда Мы вам Ребенка Отдадим Пожалуйста Представляете И они это Подписывают И практически Все дети Которых Они вырастили Вывели в жизнь Понимаете И она Рассказывала Такие вещи Рассказал Идем Мы с девочкой Подобрали ее на помойке Идем Ее в три годика И засиловал отец И он говорит Идем Мы мимо какой-то помойки Ой бак горит Там же хлебушек Давайте скорее тушить Да сейчас мы придем Тебе накормим Там же хлебушек Нельзя чтобы он горел То есть девочка Питалась на помойке Больше года Прежде чем они ее Себе забрали Понимаете Вот они Про каждого ребенка Рассказывают Эти истории И понимаете И это Семья Без всяких лозунгов Просто делают добро Дарят свет людям Да Понимаете И никогда Никто от них Не слышал Ни слова упрека Что А сколько вы сегодня Возьмите Кто там будет Сегодня на кухне Дежурить Ну давайте мы Если надо помыть Посуду Мы помоем А кто будет На дворотах Дежурить Открывать Никого Ну давайте мы Подежурим А эти Нет Надо идти Свидетельствовать Они даже Там такой случай Рассказали Вот стоит Человек На краю пропасти И вот дорога Туда в пропасть Обрывается Значит И он стоит Раз машина туда упала Два человека Раз еще одна машина Упала в пропасть Четыре человека И вот стоят считают Скажите Он кто Статист Или убийца Ну конечно он убийца Вот и мы Вы все убийцы Знаем истину Мы все убийцы В общем знаете Сплошные лозунги Красивые фразы А когда надо Подежурить на кухне Говорят Нет нет Нам все на пляж Надо ехать Мы устали Мы устали Мы тут готовились К вечернему прославлению То есть вот эта вот Конвертная манипуляция Понимаете С собственными Какими-то знаниями Какими-то вещами Вот было грустно Немножко Я говорю А что же вы В машине-то едете На пляж Вы пешком идите Сколько людей Вы мимо проезжаете А они все в пропасть Падают Да Ну Михаил Ты тут утрируешься Ну ладно В общем я думаю Что вот это вот ты должен В общем-то понятно Мы этих людей видим И самое главное Нам самим Вот в это не скатиться Да Вот в это В это манипуляция И не попасть в нее Дальше следующее Скандалы Такое давление Запугвины Запугвине Если ты мне не сделаешь То что мне надо Ты еще пожалеешь Я сброшусь С пятнадцатого этажа Если ты мне скажешь Нет Говорит парень Девушка На свое предложение Чаполина Помните что он все время Горазился со шкафа Прыгнул Да Да Манипулятор Манипулятор Или как одна женщина Нам рассказывала Муж у нее Говорит Что такое Чуть что Сразу говорит Иду в гараж Ночевать Чуть что Иду в гараж Я говорю А вы как себя ведете А я Полцедовно Хоми помоля Милый Не ходи в гараж Ну что же Там же холодно Там же вот Мы говорим Ну хочет идти в гараж Пусть идет Как Да элементарно Так скажи Любимый Ну если тебе хочется Иди в гараж Я уважаю Я уважаю твое мнение Иди конечно Я уважаю Твое решение Вот тебе пирожки Вот тебе пирожки И у тебя одеялка Чтоб ты не замерз Но знай что Мне без тебя будет плохо Соскучишься в гараже И возвращайся Ну хоть человеку в гараж Ну пусть идет Ну ему же там плохо Плохо Ну а вы уважаете его Ну он выбрал Иди в гараж Пусть идет А вы уважаете его выбор Вы как послушная жена Должна уважать Выбор своего мужа Все элементарно Он скорее всего не пойдет Естественно Так он и не пошел Он и не пошел Ну вот Но тот конкретно муж Он не пошел Он говорит Жена Где такому научилась Она говорит Он позвонил Следующее агрессивное Манипулирование Это сарказм Такие язвительные Замечания Насмешки Раз ты не соответствуешь Тому чего читаю нужным Я вправе над тобой Насмехаться Ну конечно Ты же тут самый умный У нас Я все время думаю Что в этом плохого В слове умный Что плохого в слове умный Спасибо за комплимент Раз ты так считаешь Ну что же спасибо Следующее Показное расположение Такая чрезмерная похвала Осыпание деньгами Осыпание подарками Заставить человека Почувствовать себя Должным и обязанным Тебе Особенно когда Парень девушке Дарит дарит А потом она говорит Нет ты знаешь Я вот решил Что мы не будем Строить дальше отношения Какая ты неблагодарная Я уже тебе столько Только тебе всего подарил А ты теперь мне говоришь Нет Возвращай все подарки Обратно Ну если не возвращай То по крайней мере Все в церкви знают Пока это не духовная сестра Понимаете То есть вот эти вот вещи Они да Они конкретные Или вот например Знаете Когда родители разведены И они начинают Задаривать Задаривать ребенка Подарками Внимание уделять Уже не могут Столько сколько надо бы И вот чтобы на свою сторону Расположить Особенно тот родитель Который не живет С ребенком Все это идет Конкретная манипуляция Ребенком Следующий Последний Который Активные поиски Сочувствия Такие постоянные Назойливые Требования о помощи Сочувствия какие-то Поиски таких Многочисленные Жалобы Попытки Чего-то добиться От себя Вот именно с помощью слез С помощью нытья То есть если вы меня любите То вы должны сделать И это И это Вы знаете Я умру Если вы вот это Вот этого не делаете Ну я думаю Тоже все понятно Но тут вот Отличайте это От показных слез Потому что показные слезы В пассивном манипулировании Человек тихо Плачет в сторонке Кокос как ИА Если это активные Пуиски сочувствия Все вокруг В курсе Почему он плачет И все виноваты Потому что он плачет На Пасху испекла пироги Принесла их в церковь Там нарезала их На много частей Ходят по церкви Говорят Кушайте пироги Очень вкусные Я их специально на Пасху Приготовил Для вас Всю ночь я не спала Знаете какое у меня давление Знаете какое у меня сердце С моим сердцем И ни один брат Не приехал подвезти меня Утром Чтобы привезти эти пироги Я троим позвонила Пока один не согласился Никто этого не делал Вы кушайте-кушайте Все нормально Но знаете как мне тяжело Не дались Я ведь готовил Всю ночь не спала Ну вот и в общем Пирог у себя застревал У каждого во рту Вот скажите Эта женщина Испекла пирог Для того чтобы действительно Сделать праздник в церкви Как она всем пыталась донести Или чтобы Ее Ее Себя превосвесили А других принизить Вот это та самая Вот монологичная личность Про которую вы только что Говорили Поддержите ТВС Молитвой и финансами Не рассчитывайте Что пожертвует кто-то другой Так думают многие И хорошие проекты Перестают существовать Информацию о чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Ну и причины По которым возникают Манипуляции людьми Почему Людьми вообще Манипулируют То есть эти люди Они зависимы От мнений человеческого Теми Кем манипулируют Почему люди Позвонят Чтобы им манипулировали Потому что они Зависят от мнений Они боятся Что они что-то плохо скажут Что-то плохо подумают И поэтому они начинают Потакать вот этому Манипуляционному действию Боязнь и одобрение Потеря вот этой Зависимости какой-то То есть они Зависят от этого мнения Им это очень важно Чтобы все вокруг О них говорили Правильно, хорошо Но такого не бывает Конечно Но тогда часто Возникает такой вопрос А как Вот мне лично Определить Вот я это поступил Потому что я так решил Или потому что Мною проманипулировали Вот у вас такого вопроса Не возникло? Потому что мы говорим Понимаете, манипулятор Он как бы исподволь Заставляет человека Сделать так Как манипулятору Как будто бы человек Подумал сам это И сделал это сам И вы нам часто Вот такой вопрос Задаете встречный А как тогда определить? Мною проманипулировали Или это мое решение? Знаете, очень просто Нужно просто задать вопрос Я так поступаю Потому что не хочу Чтобы меня осудили Или я так поступаю Потому что это для меня Правильно и естественно Понимаете, да? Ну и теперь Как же избавиться От манипуляции? Вот вы определили Что в общем-то Вами пытаются манипулировать И первое Что необходимо сделать Это, конечно же Решить Что вам нужны Нормальные Честные Прямые отношения И вы не хотите Больше так себя вот вести Чтобы вами манипулировали И потакать Вот этому неправильному поведению Конечно же Ожидайте недовольства Со стороны манипулятора То, что Как, все время поступал так Все время ты отвечал На его манипуляцию Ты делал то, что нужно ему Естественно Он будет недоволен Нужно быть готовым К тому, что Манипулятор скажет Ну арах так? Все Тогда я тебя отвергаю И может быть Сменит тактику Да, вот о чем говорил Как раз Евгения Был агрессивным А стал пассивным Или наоборот Был пассивным манипулятором А станет агрессивным Помню, что у нас был Один звонок Перед Новым годом А позвонил мужчина И говорит Вы знаете Вот шеф мой Может быть даже Съесть Вообще Можно было послушать Эту программу Но я сейчас расскажу Говорит Мой шеф Вот мне сказал Что Там Послезавтра Он меня вызывает К себе То есть У нас не будет Важный разговор Я знаю Что он мне Обещает повышение Но завтра У нас корпоративная вечеринка И я вот Не знаю Как вы думаете Если пойду На корпоративную вечеринку Это может повлиять На то Что шеф Если я не пойду На нее Да Что шеф Мне там повышение Не даст Вот Я была Тогда одна В эфире Да Я говорю Слушайте Давайте так Мы шеф Пока в сторону Отодвинем Ответьте мне Пожалуйста Почему вы не хотите Вторая коропоративную вечеринку Я говорю Только пожалуйста Мне не говорите Что Потому что там пьют Потому что там ругаются матом Потому что там флиртуют Потому что там курят Вот это мне говорить не надо Ответьте мне на вопрос Почему вы не хотите Т 바�на Потому что это в вашем мире Происходит Там в этом мире И пьют И курят И мы с этим сталкиваемся Я говорю Потому что понимаете Если вы это М personality Значит слушайте Вам сейчас прям нужно пойти в туалет или там куда-то, веревка на шею повесится. Не надо мне говорить, что вы не идете в корпоративную вечеринку по этим причинам. Итак, почему вы не хотите идти вот так? Ну, я хочу домой быстрее прийти, к жене и к деду. Раньше. Я говорю, то есть вы хотите сказать, что вы ни разу на работе не задерживались? Ну, конечно, задерживались. Я говорю, а завтра вообще вы можете прийти еще даже раньше. Потому что я знаю, что обычно такие вечеринки начинаются где-то днем. Вас никто не заставляет оставаться до полуночи. И вы можете еще домой прийти рано. Пройдет торжественная часть, там поздравления. Поздравьте своих коллег, поблагодарите, что вы вместе работаете. Я говорю, это потрясающая для вас возможность вообще. Поздравить тех людей, которых вы уважаете, да, и возвращаетесь домой. Вас никто не оставляет оставаться там на полностью неофициальную часть. Он, да, слушайте, я что об этом не думаю. И на следующий день, значит, приходит вот такое письмо. Или через день. Вот, послушайте, Сергей Борисович, некий, значит, написал. Я благодарю вас за ответ радиуслушателю по поводу того, стоит ли тело кроативное празднование Нового года. Здорово, что вы сразу отмели фарисейские отговорки. Там пьют, курят, флиртуют, матерятся. Ведь мы действительно не должны бежать из реальности. Ведь бежать – это легче. Но труднее быть в реальности и не испачкаться. Сначала, я вам скажу честно, был возмущен вашим ответом. Но потом понял, что мое возмущение – это реакция на обличение. Спасибо вам. Я сегодня, впервые, за 9 лет работы в нашей компании, иду на корпоративную вечеринку. Я понял, что был напыщенным петухом в этой своей религиозной праведности, где не было никоим образом ни капли заботы и непризнательности коллегам по работе, а только собственной надменности якобы верующего человека. Я впервые иду с готовностью проявить при всех благодарность и признательность моим коллегам за их теплое отношение ко мне, несмотря на мою петушиность. С Новым годом! Ну, опять, к этому отношению мы знаем, что разные в церквях. То есть мы не призываем призвать все необходимые вечеринки. Все вперед на корпоративные вечеринки. Ну, был задан конкретный вопрос, конкретный ответ. И, видимо… Канимуляции, Юстюм сказал, да? Да. Принять какое-то шоу, принять решение. Принять решение, что вам нужны честные отношения. Во-вторых, ожидать отвержения или смены тактики. В-третьих, ожидать недовольства со стороны… Не отвержения. Ну, недовольство, отвержение, смена тактики. В-четвертых, нужно обязательно обговорить со своим манипулятором, что вы отказываетесь от таких видов общения. И вам нужны честные, прямые отношения. Сказать о своем решении, что вы больше не разрешаете собой манипулировать. Все. И это ради наших отношений, да. То есть, вот как бы эти основные моменты. И во время разговора не надо оправдываться, что вот, я был, ну, так, вот такие обстоятельства, я должен был сделать это, то-то. Прости, что я тобой манипулировал. Да, просто. То есть, все, я хочу наши честные отношения, я с тобой манипулировать больше не позволяю. С собой, да. И тобой не буду. Прости меня за то, что... И тобой не буду. То есть, либо волнули, либо другую сторону, все шаги одни и те же, да? Да, 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 конечно. Потому что, если ты позволял, что тобой манипулировали, ты из него делал манипулятора. Понимаете? То есть, ну, что самое интересное, нам задать вопрос. Можно ли вообще быть без масок и вообще не быть манипулятором? Нельзя. То есть, как бы вот эти вещи мы тоже должны понимать, что, ну, так легче. И мы часто ловимся вот на эти крючки, что легче. Потому что это проще. Такое общение очень простое. И тут нужно себя контролировать, да. И просто усилим воли, понимаете, отказываться от таких вещей. Само это не произойдет. То есть, вот как вот если мы это поймем и будем следовать своим решениям, тогда как-то будет возможность отказаться от манипулятора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok